Я просил побывать на предприятиях в Гомельской области. Вы посещали предприятия вчера? Ну и что плохо? На что надо обратить внимание? Ну, я вот, например, по этим предприятиям, на которых я была, хорошее предприятие, молочный комбинат, филиал, очень хорошее предприятие, выпускает сыры, хорошая зарплата, 1200. Понятно, нет вопросов с филиалом. Там нет вопросов. Значит, вот же вы, куда вы сейчас планируете посетить это предприятие. Значит, у них есть сегмент выпускаемой продукции, они работают для энергетиков. Как они работают? Что вы видите? Александр Григорьевич, ну, у них, в принципе, по показателям, конечно, они просили, по сравнению к прошлому году, но вместе с тем новый директор, видение у него есть в работе, выпускают они столбы, оборы, работают. Они укомплектованы людьми. Он говорит сменяемость. Вот новый директор, он меньше года работает или год тут. Ну, это надо нам помочь навести порядок, чтобы не было этой текучки. В принципе, следующее предприятие, вот, агросервис, про которое докладывал председатель исполкома. Ну да, он сказал. Живой? Живой. Кроме того, они выпускают сами технику, кормораздатчики, и причем по цене они очень такие, 10-15 тысяч. Что там за проблема? Значит, у них есть цех по пошиву одежды, у них деревообработка. Нормально, хорошее предприятие из тех агросервисов, которые видела я, это сильные агросервисы. Ну, в заобразе с Гомеля надо брать и действовать. Ну, какие примеры? Правильно, что есть спецодежда, все надо делать здесь, чтобы деньги иметь. Надо чуть, конечно, чтобы зарплата подросла у людей, но они на это нацелены сейчас. Самое интересное, что выпускают по импортозамещению запчасти для сельхозтехники, сами отливают, у них есть литье, небольшой участок. Но меня что заинтересовало? Меня заинтересовала именно вот эта овцы, овчарня, как называется, овцы ферма. 241 голова там овец, это вот та задача, которую вы ставили, поэтому я хотела посмотреть, как. Так, руководитель очень настроен позитивно, говорит, мы будем заниматься этим. Ну, хорошо работает предприятие. Значит, ты был на своем? Да, я был на химволокно и на ДСК. Ну, химволокно, вы знаете, оно, в принципе, работает довольно стабильно, оно экспортоориентированное предприятие. Сейчас уже начинают потихонечку рынки оживать. У них начала Европа брать продукцию, темп роста уже по ЕФО у них в январе месяце выше 100%. Прошлый год закончили с положительной рентабельностью. Я посмотрел два небольших предприятия, филиал Хлебпрома, хлебозавод местный. Нет там проблем по хлебопечению? Я вам скажу, достаточно аккуратное производство, современное оборудование. На Светлогорск работают? На Светлогорск, Светлогорский район. Производством хлеба занимаются пряников, достаточно большая линейка у них, и новые виды продукции. С сырьем вопросов нет, и производство такое достаточно современное. Посмотрели мы частное предприятие по производству электродов. Там 400 работающих, аккуратное производство, работают, они активно работают, еще три смены, круглосуточная работа предприятия.